Полная ликвидация пожара была объявлена в 20 часов 42 минуты. Целых три часа пожарные боролись с пламенем, которое охватило 500 квадратных метров пятиэтажного жилого комплекса «Панорама Сочи». Дом расположен на Пятигорской. Сочинцы этот район называют «Лысой горой». Пожару присвоен повышенный номер сложности. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 50 человек, из них 15 детей. Главная задача – не допустить распространения огня на нижестоящие этажи и на соседнее здание. Всего к ликвидации огня были привлечены 137 человек и 39 единиц техники. Тушить же пожар мешали порывы ветра. Накануне они достигали 27 метров в секунду. Делали, видимо, там ремонт. Пошло маленькое возгорание, ну и за счет ветра это раздуло все. Люди не паниковали, людей было немного в доме, поэтому все быстро вышли оттуда. Эвакуировали спасатели и соседний дом, а загоревшийся обесточили и отключили от системы газоснабжения. Сейчас работаем с населением, с теми, кто пострадал в результате пожара. Верхние этажи, вы видели, да, что мансардный этаж и верхний пострадал больше всего, остальные, очевидно, будут залиты. Насколько, пока еще рано говорить. Готовим списки и сразу предоставляем временное расселение. Сразу же, незамедлительно. На место происшествия одновременно со спасателями прибыло и все руководство Сочи. Тут же была создана комиссия ПЧС. Уважаемые жители, просьба всем тем, кто записался сюда в список, кто желает разместиться в пункт временного размещения, подошел автобус. Пункт размещения находится на улице Транспортной, 257, ЖК Лесное. Транспортной, 257, ЖК Лесное. Просьба за Еленой Александровной всем пройти в автобус. На данный момент в пункте временного размещения остается 21 погорелец. Сама же пятиэтажка с мансардой, по предварительным данным, является самостроем. Об этом журналистам накануне сообщил губернатор Краснодарского края. Цитирую. Такое ЧП – это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки. Конец цитаты. Также Вениамин Кондратьев отметил, что будет проведена тщательная проверка причин возгорания. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.